Гора Качканар Гора Качканар известна еще с конца 17 века. Впервые описал российский академик Петр Симон Палас, указав, что здесь стоило бы искать руды. О наличии в горе железных руд стало известно еще в 1753 году, но решения о разработке принято не было. А в начале 19 века эти места принадлежали графу Шувалову, известны были залежами платины. Богатые россыпи, как тогда говорили, белого золота, обеспечивали до 60% мировой добычи. Старатели мыли платину из золота, используя магнитные валуны для очистки их от примесей. И только в середине 20 века советские ученые доказали, что в Качканарском массиве не бедная руда, а уникальное по своим свойствам месторождение. 20-й съезд КПСС поставил точку в дилемме, быть или не быть Качканару. Было решено обеспечить освоение новых железорудных месторождений, ввести в действие Качканарский горнообогатительный комбинат. В 1957 году начинается строительство города Качканар и одноименного горнообогатительного комбината. Со временем он стал одним из крупнейших в России. А тогда из-за железного занавеса американские специалисты объявили в эфире радиостанции «Голос Америки», что Советский Союз строит самый большой в мире комбинат по производству щебня. В обогащение столь бедной руды в мире никто не верил. Сегодня доказано, что Качканар – одно из крупнейших в мире месторождений железной руды, содержащей ванадий. Его называют «витамином металлов». Ванадий улучшает все свойства чугуна и стали, делает металл очень пластичным и износостойким. Сталь, содержащая ванадий, прочнее, меньше ржавеет, не боится ударов. И расход такого металла меньше. Без ванадия не может обойтись автомобильная, оборонная, авиационная промышленность. Помимо России, ванадий добывают в Перу, США, ЮАР и Австралии. Но месторождений этих очень немного. Основной разновидностью железной руды является магнетит. Эта руда имеет черный или серо-стальной цвет. Богатыми считаются залежи, в составе которых более 57% железа, а бедными – с содержанием не менее 26% железа. Только с пуском в эксплуатацию Качканарского ГОКа промышленное значение приобрели руды с содержанием железа 16%. Чаще всего железная руда добывается открытым способом. Мощную выемочную технику доставляют к месторождению, где создают карьер. Его глубина и диаметр зависят от особенностей месторождения. В среднем это около 500 метров. Железную руду грузят в машины или вагоны и доставляют на фабрики, которые занимаются ее переработкой. Десятки тысяч кубометров руды взрыхлит специальная взрывчатая смесь. Как только осядет пыль, за дело берутся мощные экскаваторы. Они сгружают тонны горной массы в огромные 130-тонные белазы. Те, в свою очередь, подвозят руду к железной дороге, которая проложена прямо в карьере. Экскаваторы загружают вагоны, которые называются «думбкары» – «думбкары» – вагоны-самосвалы. В каждый из них помещается до 105 тонн. Груженные рудой составы, огибая гору, направляются к дробильной фабрике. Через каждые 15 минут к корпусу крупного дробления подходит состав. Вагоны-самосвалы опрокидывают груз в жерла трех дробилок. Высота корпуса крупного дробления – 100 метров. Половина здания находится под землей. Такая конструкция помогает в работе, ведь при разгрузке дроблений руды много шума и пыли. Но здесь шум глушится полной изоляцией помещений, в которых находятся дробилки. Нет и пыли, ее уничтожают мощные электрофильтры. В цех подается свежий воздух, пол и стены омываются водой. Полутораметровые глыбы перемалываются до размера кирпича. Далее руду подхватывает ленточный конвейер и несет к следующему корпусу – среднего и мелкого дробления. Второй корпус расположен ниже по склону горы. Технологический процесс дробления руды здесь примерно такой же, как и в первом корпусе, только дробилок больше – 42. Пройдя через все стадии обработки, руда выходит измельченной до величины грецкого ореха. В третьем корпусе, который тянется на километр, начинается основной процесс – обогащение, то есть отделение пустой породы от железа. Руду пропускают через магнитные барабаны. Пустая порода отделяется, остаются куски, насыщенные железом. При этом пустая порода, щебень, тоже не выбрасывается. Это ценный строительный материал. Насыщенные железом куски руды измельчаются до нескольких микрон, чтобы отделить мелкие вкрапления железа. Это делается с помощью электромагнитов и воды. В итоге получается железо-ванадиевый концентрат, похожий на муку, только черную. В ней содержится до 65% железа. Но если такой железный порошок засыпать в домну, то работать она не будет. Порошок плотно спрессуется, забьет все отверстия между кусками кокса и через него не пройдут ни кислород, ни газы, образующиеся в результате горения. Поэтому порошок снова превращают в куски. Этот процесс так и называется – окускование. Есть несколько способов окускования железного концентрата, но в основе всех лежит один процесс – спекание при высокой температуре мельчайших частиц порошка. Один из способов называется агломерация. Железный концентрат смешивают с коксом и известняком и нагревают в специальной машине. Главная часть этой машины – агломерационная лента – транспортер, состоящий из подвижных стальных звеньев. Длина агломерационной ленты может достигать 70 метров, ширина – 2 метров. Она непрерывно движется между двумя валами. Под верхним рукавом ленты и над ним установлены газовые горелки. Железный концентрат непрерывно высыпают на ленту ровным слоем, и по мере прохождения через горелки пламя заставляет спекаться в твердые пористые куски. Эти куски и есть агломерат – сырье для доменных печей. Другой способ кускования – это окатывание руды. Тот же железный порошок, то есть шехта, подвергается окатыванию во вращающихся чашах-окомкователях. Цель этого процесса – получить твердое кусковое сырье. Перекатываясь по внутренней поверхности барабана, частицы порошка слепляются в круглые комочки окатыши. И как только они достигают размеров 10-копеечной монеты, сила инерции выбрасывает их из барабана в приемный лоток. На каждую тонну концентрата расходуется 8 тонн воды, а за сутки комбинат выпивает столько, сколько всей столицы Урала, Екатеринбургу, хватило бы на неделю. Для промышленных нужд в долине двух гор строители создали гигантское выиское водохранилище. Когда окатыши подготовлены, их отправляют на обжиг при температуре 1200-1300 градусов. Таким образом придается прочность, необходимая для хранения, транспортировки и плавки в доменных печах. Сегодня Качканарский ГОК добывает 55 миллионов тонн руды в год. Основным потребителем его продукции остается Нижнетагильский металлургический комбинат. Его доменные печи были специально разработаны для плавки железо-ванадиевой Качканарской руды. Такой тандем – результат плановой экономики. Кислородно-конвертерный цех НТМК проектировался и строился одновременно с Качканарским ГОКом. И они заслуженно носят звание стройки века. Два гиганта были построены в кратчайшие сроки. До сих пор в России нет аналогов. Помимо НТМК, окатыши и агломераты Скачканара питают доменные печи западно-сибирского меткомбината в Новокузнецке, а также направляются на экспорт по всему миру. И объемы производства планируют дальше наращивать. Здесь говорят, что руды хватит более чем на 130 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова